Как? Баня! Уже стоит Баня! Вот Асруб – это стройка, это ждать целый год, пока он осядет. Ну я думала, говорит, я могу победить Баню. Нет, Баня меня победила! Доброе время суток! Добрый день! Наша семья, Магдан, Вера, хотим поделиться своими эмоциями, впечатлениями о нашей бане, новой бане. Хотя ей год, но мы все считаем, что она у нас новая баня. Заказывали мы ее в апреле 2021 года, сейчас… Монтировали ее в июне, в начале июня 2021 года. Ну это, собственно, наш интерьер, комната отдыха. Стол, который был представлен компанией, скамейка, полок для отдыха, лежак для отдыха, светильники, электропроводка вся. Вот, собственно говоря, все, что… Нам, нам оставалось только это дополнить скатертью, самобранкой, самоваром, чашками к чаю. Ну и, собственно, приглашаем… Приглашаем осмотреть нашу баню. Можно посмотреть… Послушать наш… Рассказ о ней. Отзыв. Отзыв. Рассказ нашей эмоции. Желание иметь свою баню возникло давно. Оно, собственно говоря, преследовало в течение всей жизни. Так как у дедушек, бабушек в деревне баня всегда была, да, и то есть мы к этому привыкли париться в бане с детства. И иметь возможность в любое время, независимо ни от чего, попариться в своей бане, оно не отпускало. Вот… Реализовывали… Вот… Уже начали поиск бани. Тогда, когда приобрели в деревне участок, вот, стали смотреть все возможные фирмы, облазили весь интернет, вот, во многие конторы звонили, говорили, вот… Рассматривали разные варианты исполнения бани, да, это и рубленая баня, это… Бочки… Из… Из… Бочки… Забыл… А, ну… Бани-бочки… Бани-бочки смотрели, они как раз в то время набирали популярность. Не могли определиться очень долго, где-то поиски у нас заняли примерно года полтора, наверное. Да, и получается, что чем больше определялись, да, с поиском, тем больше хотелось уже немедленно и сейчас эту баню иметь. Ну да. В общем-то, и остановились на вот этом варианте Ефремовских бань. О, да. Понравилось тем, что именно вот она очень быстро возникает на участке, очень быстро возникает у тебя уже с возможностью ее использования. Да, наткнулись, вот, когда искали в интернете, наткнулись на сайт Ефремовские бани, на ютубе, пересмотрели, наверное, все ролики в течение года. Вот, вроде бы понравилась баня, стиль понравился, вот, мне понравился сразу, у Веры, вот, он вызывал сомнения, вот. Вот, но потом мы узнали, что у нас тут как раз по дороге в деревню есть баня Ефремовская, в которую можно приехать попариться. Да, не только посмотреть, а в ней же и попариться. Да, протестировать. Вот, при этом там есть банщик, который покажет, как правильно надо париться. Ну, поехали. В марте это было, попарились, нам, мы были в восторге, очень понравилось. Вот, когда увидели баню вживую, она оказалась еще лучше, чем вот на картинках и в роликах на ютубе. Ты помнишь, да, после первого захода, после первого захода в парную, выйдя на крыльцо, мы говорим, все, мы берем эту баню. Было уже однозначно решено. То есть, уже желание приобрести именно Ефремовскую баню возникло прямо в момент парения, уже стало безоговорочным. Рассматривали баню из бруса, из бревна. Вроде бы такая классическая баня деревенская, да, вот из бревна хотелось. Но возникали сомнения, честно сказать, в качестве леса, который привезут. Плюс, хотелось вот уже париться в тот год. Вот, а сруб – это стройка, это ждать целый год, пока он осядет. Только после этого, еще на следующий год, внутренние работы проводить. Вот поэтому выбор пал на Ефремовскую баню. Ну и, собственно, когда мы полностью все-таки решили отказаться от других вариантов, да, бани, что не хотелось ждать целый год, действительно, пока она осядет, пока там это все произойдут, какие-то отделочные работы. Хотелось немедленно и сейчас. Вот, ну, решили, решили рискнуть и оставили заявку на сайте. Вот, потом с нами связался менеджер компании. Встретились в офисе, обговорили все, обговорили сроки. Нас интересовали, конечно, больше всего сроки и стоимость. Вот, так как… Да, и здесь я могу сказать большое спасибо сотрудникам компании, которые пошли навстречу. Нам надо было к определенному сроку, вот, к веренному дню рождения, и они, ребята, постарались и успели это сделать. Вот, ну, и как-то так произошло взаимодействие, на самом деле, очень тесное и какое-то очень приятное взаимодействие было с сотрудниками компании, на самом деле. Вот, приехали в офис, обговорили все детали, сроки, стоимость, да, цветовую гамму. Еще цветовой гаммы еще можно было подумать, то есть мы взяли такой некий тайм-аут еще посмотреть, дома подумать, вот. Вот, ну и, собственно, все, заключили договор, оставили аванс, вот, и ждали. Ждали, смотрели на сайте, значит, этапы строительства, непосредственно, этапы, вернее, этапы… Изготовления бани на заводе, да. Этапы нет, сначала как бы продвижение нашей очереди, потом этапы изготовления уже на заводе, то есть отслеживали все, и очень интересно было. Ну и потом в ожидании, самое-то, конечно, главное было, вот я говорю, это эйфория, она, вот, я не знаю, как ее даже описать. Вы представляете, вот утром ты встаешь, у тебя стоит 6, ой, 12, 12 свай, 12 столбиков, а вечером мы пошли париться, и уже паримся в свое удовольствие, и не отпуская, думаешь, ну как это так вообще, как это возможно? Да, с утра не было ничего, 12 столбиков. Это было очень интересно. И к вечеру мы паримся, вот, супер. Ну, сваи эти у нас… Сделали заранее. Заранее, да. Приехала бригада… За неделю? Да, за неделю приехала бригада… До установки. Да, заранее вкрутили сваи, вот, там были проблемы некие при вкручивании, ну, все, победили. Грунт победили. Да, грунт победили, сваи победили, расположение сваи тоже победили, вот, ну, и все. В следующие выходные, через неделю после установки фундамента, нам уже перевезли баню. Интересная была, на самом деле, сборка, вот, наблюдать, потому что мы здесь были весь день, ну, занимались тут какими-то своими работами, вот, косили, копали, вот. Вот, привезли один каркас, мы это все снимали, вот, ну, на фотографиях мы просто, как бы, ведем некий такой дневник для себя. Этапы вообще застройки… Участка. Обживания нашего участка. Да, обживания участка. Такой, мне кажется, очень такой профессиональный. Установщики были, работали профессионально, четко, без лишней суеты какой-то. Вот, все поставили, сдвинули, собрали, заняло полдня прямо, ребята тоже молодцы были. Опробовали тут же все это, вот, как это все, растопка происходит, как обжигание печи, труб, ну, в общем, все это, все нам показали, рассказали. Рассказали, как пользоваться, да. Ну, все, собственно говоря, уехали, мы поблагодарили, попрощались и… И вечером уже парились. Вечером парились. Это было супер, здорово. Так. Ну, если вернуться к стоимости, да, бани, когда мы обговаривали с менеджером стоимость, конечно, мы интересовались, сколько будет стоить бани вообще под ключ. Вот, просто под ключ, сколько нам, какие затраты мы именно несем. Вот, и, конечно, там были посчитаны все основные расходы, которые включают в себя стоимость бани. То есть это и изготовление, и изготовление бани, и доставка, и сборка. То есть там, значит, сваи отдельно вкру, да, за установку сваи отдельная плата была, за сборку отдельная плата, за манипулятор тоже отдельная плата. Доставка. Доставка отдельно, да. Да, но нам это озвучили как бы сразу, мы были готовы уже, мы знали уже, какую стоимость мы, собственно говоря, оплачиваем в конце. И нам не пришлось вообще участвовать во всех этих процессах. Да, в процессах выйти. То есть фирма взяла это все на себя, с нами просто согласовывались даты, когда нам удобно, чтобы, ну, чтобы приехали, фундамент поставили, установка бани. Вот, а фирма сама взаимодействовала с подрядчиками, со всеми, с манипулятором, по своим, то есть мы в этом не участвовали. Ну вот, что по истечении года можно сказать вообще, да, оправдались ли наши ожидания. Оправдались, даже с избытком. С лихвой, да. Ну вот, когда на самом деле было все на картинке, когда было на этапе договора, да, вот мы обговорили, уже определились с цветом, с цветовой гаммой. Ну, цвет у нас, мы выбрали свой, исходя из цветовой гаммы на участке, который у нас здесь уже присутствует. Ну и наш любимый, как бы зеленый цвет. Вот, нам это очень понравилось. Вернее, нравилось на картинке, но, когда мы увидели это воочию, мы на самом деле, ну, были настолько шокированы, приятно, еще больше приятно шокированы от той цветовой гаммы, на которой мы остановились. Вот, еще потом вечером мы фотографировали, там, в луне, в этом, с подсветкой вот этой от внешних фонарей. Смотрится просто великолепно. И что хочется сказать, вот, в процессе эксплуатации приходилось нам, значит, ее эксплуатировать и летом, и осенью. И вот зимой, самой зимой мы не приезжали, но если сказать, что, например, что очень холодное время года, то есть мы были в конце ноября, по-моему. Да, последний раз мы в ноябре. А потом мы были в этом году уже... С апреля. В середине... Нет, мы в конце февраля опять приехали. Вот, то есть как бы зима-то вроде и кончилась, это была не зима уже, но в холодное время года. Она нас, вот как сказать, она нас радовала и радует в любой сезон, в любое время. Вот, такой восторг прогревается она быстро, очень быстро. Причем при минусовой температуре нагревается внутри очень быстро, вот, прогревается сама парная. И именно ты приходишь, заходишь туда, там еще сколько там, градусов 60, да, мы начинаем вот, начинаем туда заходить в парную. Вот, и она нагревается еще сильнее и вне зависимости от погоды на улице. Вот, каждый раз мы испытываем такой невероятный восторг от бани, хоть всякий раз. Да, и что интересно, как бы и в помывочном помещении, да, достаточно открыть дверь. Помывочная нагревается моментально, пол тоже нагревается, от него не дует, от пола холодного воздуха никакого не идет. При том, что вот у нас не закрыто, то есть сваи не закрыты, да, под баней. Ну, фундамента как бы нет такого, да. Да, продувается очень хорошо, то есть нас на самом деле порадовало все. Ну, ребята, когда сдавали нам баню, принимали, да, они нам показали, как правильно пользоваться данной конкретной печкой, которая у нас установлена. Вот, ну, после чего мы начали уже самостоятельный процесс обучения. Вроде, ну, так как опыт топки печек у нас есть, вот, то научились пользоваться быстро, там, поняли, где что надо открыть, там, чтобы жарче или прохладнее стало парной уже в процессе нескольких топок. Ну, проблем с топкой, собственно говоря, не возникало. Нет никаких, да. Вот, Богдан, конечно, главный по растопке бани, вот, естественно, он за это отвечает, за этот процесс, вот. Вот, и как-то, видимо, наверное, то, что есть внутренний, что заложено генетически, видимо, вот, что когда-то приходилось все-таки растапливать печки, вот, как-то это все с навыком, не с первого раза, но достаточно уверенно, очень уверенно освоил. К третьей топке уже уверенно пользовались. Да. Ну, и что сказать-то еще, конечно, по семье, там, членам семьи все очень нравятся. Семья у нас большая, детей и внуков много. Много. Кстати, вот, значит, сын младший, как раз вот папа, папа льва, который присутствует сейчас, вот здесь, приехал как раз в этот день, когда нам ее установили. То есть он не застал установку, он приехал позже, как раз у нас все это топилось. Он такой, как? Баня! Уже стоит баня! И в этот день парились вечером. Все скоростью удивлены, что поставили и парились. И как он сказал, ну, я думал, говорит, я могу победить баню. Нет, баня меня победила. Был просто в невероятном восторге от парения. Фантастика. Во время монтажа бани попросили не спиливать выступающий опорный брус ребят и устроили на его основе вот этот удобный дровничок, который позволяет не бегать далеко за дровами во время топки бани. Рассматривали разные варианты, как сделать слив воды из бани. Думали, септик вкопать, бочку вкопать. В итоге остановились на варианте не делать... Естественного слива. Естественного слива, да, ничего не делать, так как во время парения и помывки воды уходит немного. Все сливается под баню, под баней все продувается и никаких проблем с баней при этом не происходит. Да, она сухая, безо всякой плесени ничего от этого не появляется. Ну и на участок это никуда тоже не проходит. Никак не влияет. Да, то есть на окружающую обстановку это не влияет. Патрубка эти, да, которые выходят из бани, они ну прям непосредственно в траву, в грунт. То есть там мы проверяли просто все, все нормально, обычная почва. Да. Веньки мы покупаем в магазинах специально, то есть в специализированных местах там не заказываем, хотя, наверное, уже приходим к этому, к правильному какому-то венику, не просто стандартному магазинному. Да, потому что, в принципе, по дороге вот там в деревню мы иногда покупаем, там в деревне, например, в Теряево, бывают неплохие веньки, но они бывают не всегда и да, надо бы как-то где-то уже на определенном сайте где-то заказывать надо. В баню ходим мы, ну каждую неделю, каждый приезд. Вот мы с апреля точно приезжаем уже в деревню, да, и фактически каждую субботу мы ходим в баню. То есть раз в неделю обязательный процесс у нас стал. Да. Парим друг друга по очереди, насколько хватает сил, возможностей. Ну, когда приезжают дети, знакомые, друзья, да, то тоже как бы тоже уже мы их парим. Ну, навыки парения, да, кстати говоря, вот мы когда были на пробном парении, да, в этом… Господи, как называется-то? Завидывая? Ну, не важно. Нет. Ну, вот у Артура. Около Красногорска. У Артура, да, возле Красногорска. Вот, когда мы там были, когда парились вот именно попробовать, да, посмотреть, попробовать, там был замечательный парильщик Антон. Антон, да. Антон, вот. Вот. И он нам рассказал, кстати… Да, во время тестового парения, да, он прямо нам прочитал целую лекцию. Правила. Очень полезные были, очень благодарны. Используя, как правильно париться вот именно… В русской бане. В этой бане вот, да. Именно в этой бане. Не с мягким паром, с не запредельной температурой, там, за 100 градусов, а чтобы просто получать удовольствие. Хотелось бы, конечно, научиться парить. Так же. Парить так же, как он, да. Но мы пока, как бы, далеки еще, наверное, от этого все-таки. Пока просто. Мы не профессионалы-любители, вот. Ну, когда-нибудь мы придем к этому. Что вот хочется сказать по внутреннему интерьеру еще? Какой плюс огромный, вот. Это, на самом деле… Баня с мебелью. Да. С освещением, с проводкой, с мебелью. Уже готовая, да. То есть, когда вечером мы парились, тот же день, в день установки, да, работало… Было электричество, то есть, проводка… Было куда сесть, было за что сесть. Да, что вот все поставилось вместе, вместе с комплектацией. И с парной вышел в комнате отдыха на лежак лег. Да. Бессил уже. Было лежак, была скамейка в помывочном отделении. Были эти полки в парилке самой. Да. В комнате отдыха, стол со скамейкой. Баня полностью готова, со всеми отребутами, что нужно, да. Вот. Самой конструкции баня, наверное, изменить, да и ничего бы не хотелось. Нам не хватает, конечно, каких-то там полочков, полочек, крючков своих. Мы в прошлом… В этом году вот будем делать, в прошлом году… Сами доработаем. Решили сначала попробовать, ну, оставить стандартный вариант, да, чтобы понять, где нам какую полочку, где какой крючок разместить там под простыни, под шапки, под всю утварь. Вот, сейчас мы уже определились, да, имеем понимание, где вот нам конкретно вот в данной конфигурации баня, что хотим повесить и вот в этом году будем это реализовывать. Ну, это, пожалуй, вот единственное, что хотелось бы добавить к интерьеру баня. А так изменить в ней, наверное, ничего не хотелось бы. Не хотелось, да, наверное, мы определились все-таки верно с самой конфигурацией внутри, да, с местом входа, с местом расположения самой помывочной, нам удобной помывочной парной комнаты отдыха, да. Ну, это чисто уже обстановка, это самое основное, самое главное было, а остальное все на любителя уже, да, дело вкуса. Когда выбирали баню, было три возможных варианта. Планировки. Да, три возможных варианта планировки, это мини, стандартная и премиум. Мы остановились на стандартном варианте, потому что мини совмещение помывочной и парной, ну, считаем, не совсем удобно, потому что, когда напарился, мыться, ну, при высокой температуре, ну... Ну, это неразумно. Для нас не совсем комфортно. Ну, и для нас, да, не комфортно. Вот, премиум, нам, вариант премиум не совсем тоже подходил по размерам, да, мы хотели вписать баню в определенный угол, в определенный угол, да, и чтобы она не выходила за размеры. Вот, ну, и санузел, собственно говоря, в бане нам был не очень нужен, да, потому что у нас санузел рядом есть. В нашей бане стандартная печь, которая устанавливалась на тот момент, гроза мощности ее вполне хватает, нагревает парную очень быстро, что при летних температурах, да, вот, что при осенних, весенних температурах. То есть, если летом, там, когда обычно градусов, там, 18-20 на улице, да, париться, можно идти уже через полтора часа. Осенью, весной, ну, при более низких, даже близких к нулю, да, при нулевых, может быть, даже, это самое, чуть ниже, там, минус 5, допустим, да, свободно париться, уже можно идти где-то часа через два с половиной. Ну, два даже. Ну, два, 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 но за два с половиной эта температура уже около 80 градусов будет. Набирает быстро, то есть, за два часа это уже вот 70-80 градусов, а париться мы начинаем где-то примерно градусов с 50, вот у нас первые заходы, наверное, начинаются. Вот, а дальше уже регулируем, когда хочется так пожарче, вот, догоняем, собственно говоря, температуру, когда хочется чуть помягче, проветриваем, сквозное проветривание устраиваем. Температура быстро опускается, ковшик все закрыл, ковшик подкинул, все, через минуту у тебя опять температура для парения. Наверное, заход в баню у нас длится порядка четырех, четырех с половиной часов. Любим попариться, посидеть, отдохнуть. Да, ну, мы отдыхаем, сидим и чаек пьем, то есть, чередуем парение. Вот, вот, само парение из этих четырех часов у нас занимает, наверное, где-то около трех часов. Ну, если еще вернуться вот к расположению, к конфигурации внутри, к расположению полков, очень удобное расположение. И, причем, очень нравится вот это нам, как это называется, трансформер, да, когда опускается один полок вниз, потому что вот для детей, для маленьких, это очень удобно. Для них там мы их тоже приучаем, хоть ненадолго, но они там сидят. Потом вот эти, вот эти, как называть, второе дыхание, да, вот эти конструкции тоже очень удобно, потому что вот ты лежишь, когда паришься, и для тебя вот эта естественная вентиляция... Это очень выручает, кучится глоток свежего воздуха, и вот эта конструкция второго дыхания помогает вздохнуть. Бастой пользуемся, ну, я в основном пользуюсь, когда вот парю, да, это чтобы самому... Не угореть. Да, чтобы самому полегче было, когда махаешь веником. Вот, все-таки сверху температура, она побольше. Ну, вот, по ППШ пользуемся веники, там, над ней полочка, и веники там держим на ней. Запариваются. Ну, и что еще все-таки касается, хотелось бы отметить, что та цена, которая была заявлена, да, в договоре, и те дополнительные затраты, которые нас ждали, но мы о них знали сразу же при заключении договора, вот все это уместилось в те затраты. Не было никаких изменений, неожиданностей. Да, неожиданностей для нас финансовых никаких не было. Вот, как озвучили, так все это и стоило. Да, баню мы заказывали в апреле 2021 года, устанавливали нам ее в начале июня. Цена самой бани с установкой была 850 тысяч на тот момент. Манипулятор около 20 тысяч стоил. Фундаментное поле, свайное поле обошлось на тот момент 62 тысячи. Ну, и доставка около 60 тысяч тоже стоила. С доставкой, с установкой? С доставкой, с установкой, то есть на всех этапах, ну, нас, во-первых, информировали, с нами согласовывали, да, и никаких технических сложностей, проблем, хотя у нас здесь довольно узкий, непростой заезд, не возникло, ребята. Дорога сложная в нашей деревне, на самом деле. Дорога непростая, сложная. Ну, как бы не возникло никаких дополнительных затрат, никаких, ни у кого никаких проблем не вызвало это. Да, что приятно, да. Приятно, да. Приятная компания. Ну, и все-таки вот еще по истечении года, да, вот, мы уже говорили, в принципе, что не испытали никаких разочарований, вот, только восторг при каждом парении, при каждой дне в этой вечере, проведенном в бане, вот. И мы не разочаровались именно в этой конструкции и в выборе именно Ефремовской бани. Если вдруг, ну, я понимаю... Кто-то ищет, сомневается... Кто-то сомневается, ищет, как мы искали, сомневались. Мы, в принципе, попробовали, посмотрели. Этот путь долгий. Если кто-то сомневается, звоните, пишите, приезжайте. Пробуйте, самое главное, есть возможность пробовать, пробуйте. Все, берем, берем баню эту, потому что, вот, восторг-то больше всего от того, что тебе не нужно ждать. Вот мы заключили договор, подождали... Очень мягкий, нежный пар. Подождали очередь. И мы нисколько не разочаровались. Сразу она пришла, сразу стояла, да. Не надо ждать два года, привозят готовые, собирают, и дальше паришься и получаешь удовольствие. Надеемся, что наши эмоции и восхищение. Удалось что-то, удалось частичку хотя бы передать, кому-то помочь с выбором правильного баня. Если кто-то хочет конкретно еще посмотреть, попробовать, пожалуйста, милости просим, мы всегда рады гостям. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова